В столичной администрации прошла 36-я внеочередная сессия депутатов Элистинского городского собрания. Народные избранники обсудили 7 вопросов, а накануне профильные комиссии рассмотрели каждый пункт. Основной темой обсуждения на собрании стал бюджет на предстоящий трехлетний период. Так, бюджет 2023 года по доходам составит более 4 миллиардов 500 миллионов рублей. Об этом сообщила начальник финуправления администрации Элисты Светлана Акунаева на сессии Элистинского городского собрания. Собственные доходы превысит 1,3 миллиарда рублей. Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов составят 3 миллиарда 225 миллионов рублей. Кроме этого, депутаты приняли в первом чтении проект бюджета 2024-2025 годов. Это внушает определенный оптимизм, говорит о том, что мы на правильном направлении. Но, естественно, резервы, мы вчера это обсуждали, резервы по различным видам налогов и прочих доходов у нас есть. В том числе вот налог на имущество мы вчера обсуждали, что и по сравнению даже с тем, что мы ожидаем получить по этому году, у нас чуть меньше. Это не годится, надо находить дополнительные резервы и повышать по всем нашим вот этим показателям. Почти 70% расходов бюджета занимает социальный блок – образование, культура, физкультура и спорт, социальная политика. В частности, на модернизацию школьных систем образования предусмотрено 610 миллионов рублей. Создание новых мест в школах – 380 миллионов. Летний отдых детей – 23 миллиона. На поддержку молодых семей запланировано 22 миллиона рублей. На переселение из аварийного жилья предусмотрено почти 30 миллионов рублей. Неналоговые доходы бюджета города Элисты определены в следующих объемах. На 2023 год в объеме 170 миллионов 596 тысяч рублей. На 2024 год – 169 миллионов 356 тысяч рублей. На 2025 год – 244 миллиона 318 тысяч рублей. Доля неналоговых поступлений в объеме в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составляет 12,7. На 2023 год, на 2024 год – 11,9. На 2025 год – 28%. Основные поступления в составе неналоговых доходов формируются за счет доходов от использования имущества, находящегося в государственной муниципальной собственности, доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства. Доля указанных доходных источников составляет 88,3%. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной муниципальной собственности, на 2023 год планируется в сумме 81 миллион 700 тысяч рублей, на 2024 год – 81 миллион 300 тысяч рублей, на 2025 год – 156 миллионов 300 тысяч рублей.